Европа. До конца ли мы знаем и осознаем нашу историю? Ну вот, например, почему на церемонии в Париже, в свою очередь, не зачитывали письма русских солдат? Да, строго говоря, Россия из той войны вышла досрочно. Но, между прочим, мало кто это осознает, но закончилась-то та война все-таки в России, уже после того, как в Европе было объявлено перемирие, войска Антанты высадились, в частности, на русском севере. Справедливости ради, первыми историю того, как в Архангельской области именно британский экспедиционный корпус, к сожалению, организовал первый в России концлагерь, раскопали наши коллеги с BBC. О том, как уже тогда и без американцев не обошлось, и с русским взглядом. Александр Лукьянов. Уникальные кадры кинохроники. Архангельск, август 1918-го. С крейсера «Олимпия» по перекинутым на корабль доскам спускаются солдаты 339-го пехотного полка 85-й дивизии армии США. В призывнике штата Мичиган и Детройт, которые прошли месячные курсы военной подготовки на родине. В этом парадном строю идет, возможно, Герман Йоппи, рядовой первого класса в мирной жизни, владелец небольшого магазинчика по продаже семян в Кентукки. Александр Джон, приятно познакомиться. А это его сыновья Джон и Джесси. Возраст каждого перевалился за восьмой десяток. Позади долгий перелет из Атланты в Архангельск с пересадкой в Москве. Впереди еще пять часов на электричке до станции Абазерская. Там и проходила линия фронта войны, о которой в российских исторических архивах сохранилось мало сведений. Возможно, и потому, что большевики в феврале 1918-го сами разрешили англичанам, тогда еще союзникам по Первой мировой, высадить свой десант в Мурманске для охраны железной дороги. Принять всякое содействие союзных миссий и противопоставить все препятствия против хищников. Были попытки наладить контакт с Совнаркомом. Были реальные попытки вести переговоры с Троцким, с Лениным. Более того, когда в феврале 1918-го года немцы начали наступление на Петроград, есть реальные факты того, что французские офицеры помогали, в частности, взрывать мосты перед наступающими немцами. Но Ленин подписал с Казеровской Германией Брест-Литовский мирный договор. Войсконтанты не ушли, наоборот, стали наращивать свое присутствие, чтобы сохранить Восточный фронт, принудить Россию к войне. Всего на север высадилось 25 тысяч человек. Ну, за сто лет траншеи, конечно же, заросли, но их еще здесь можно увидеть. Вот. По ним и продвигались американские солдаты, так называемые роты М339-го полка. Это единственное место в России, где сохранились и фортификционные сооружения времен Гражданской войны, так называемый блок Гаусс, где можно было укрыться от постоянных бомбежек. Металлоискатель пищит не умолкая. Это от крупного снаряда, 152 миллиметра. Ну, снаряд большой, он полметра длиной. На этом месте был мой отец. Здесь он принял первое сражение. Я думаю о том, что он тогда чувствовал. Ни Франции, ни Британии, ни Америка официально войну России не объявляли. Присутствие иностранного контингента на территории России объяснялось тактическими задачами. Охраной портов, коммуникаций. А вот стратегическая цель, считает историк Василий Цветков, была смена правительства на марионеточное. Во многом это был расчет на то, что та политическая сила, которую, как они надеялись, окажется в России единственным законным легитимным правительством, естественно, будет зависеть в очень большой степени от вот этих стран, от стран Антанта. Не от Германии ни в коем случае, не от Австро-Венгрии, которая к этому времени уже развалилась, а именно от Америки, от Франции, от Англии. Здесь применялось оружие самого массового истребления того времени. Самолеты, танки, дальнобольная артиллерия, бронепоезда, химические снаряды. Взрываясь, он просто его вышибает вот этот кусок или кроит его, и все это разбрызгивается, и тут же испаряется эта взвесь, основная мышьяка, это отравляющее вещество, экспериментально. И пораженные умирали, 50% пораженных умирали в течение минуты. В этой земле до сих пор лежат неразорвавшиеся мины и снаряды той войны. И порохник еще не отсырел. Сто лет пороху, но ими сейчас можно пушки зарядить. Но главным оружием большевиков было слово. Большевики приносили листовки и кричали по-английски. Американцы, почему вы здесь? Война закончилась. 11 ноября 1918-го Первая мировая война закончилась подписанием договора со всеми воюющими сторонами. Однако в России пушки не умолкали. 23 декабря 1917-го года в Париже было подписано секретное соглашение между Францией и Великобританией, разделе сфер влияния в России. Формально тогда делили юг, южную зону. Но вскоре к этому добавляется неформально то, что, так сказать, север относится к зоне влияния Великобритании. Их военная кампания потерпела поражение, считают историки, и от того, что интервенты повели себя как варвары. В России они использовали опыт колониальных войн. В концлагерь, построенный англичанами на острове Мудюк, создали по одному только подозрению в помощи партизанам и большевикам. Каждый день здесь погибали сотни человек. Ведь бараки не отапливались, а заключенных почти не кормили. В то же время проходил ничем не прикрытый грабеж бывшей Российской империи. Только с севера России оккупанты вывезли товары на 150 миллионов рублей золотом. Та помощь, даже которая военная оказывалась, и снабжение, и все, оно шло в счет долга России. И, во-вторых, с севера пытались вывезти все, что возможно. В первую очередь лес, меха, меняется отношение населения. Вот эти надежды, интеллигенции, средних слоев, которые изначально были, когда их начинают здесь что-то реквизировать, занимать помещение у зажиточных людей. От них отвернулись и те, кто раньше поддерживал. В белых частях начинаются восстания. Местное население уходит в партизаны. Советское правительство, организовав систему Всевобуча, пополнило части Красной Армии, которая перешла в наступление. Осенью 19-го интервенты начали срочную эвакуацию своих войск. Вместе с винтовкой дед Майкл привез в Америку флаг, с которым его рота шла в атаку на русские города и деревни. На флаге до сих пор действующего 339-го полка армии США вышит девиз на старорусском языке «Штык решает». Принцип исключительного главенства оружия, которое, впрочем, в этой истории оказалось бессильным перед силой духа тех, кто защищал свою страну от чужаков. В Америке будет плохо, приезжайте к нам. Александр Лукьянов, Вести в субботу.